Патроны, ложки, осколки снарядов. Все эти экспонаты – находки самарских студенческих поисковых отрядов. Раскопки ввели в Ленинградской области. Очень интересные вещи. Допустим, это мыльница, которая была нами обнаружена. Она принадлежит советскому солдату. Студенты не только находят вещи солдат в местах, где проходили сражения, но и ищут информацию в архивах. Есть ребята, которым нравится больше архивный поиск, и они занимаются архивным поиском. То есть устанавливают личность бойца, его судьбу, что с ним произошло, ищут его родственникам, рассказывают. Выставка находок в Самарском колледже сервисных технологий приурочена ко дню памяти юного героя-антифашиста. Он был утвержден в 1964 году Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских демонстраций. В этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан, не предавших своих друзей-подпольщиков. Помимо выставки, в акции приняли участие юные представители Дома дружбы народов. Они рассказали о подвигах детей на войне и вкладе людей разных национальностей в борьбу против фашизма. Прозвучало поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова по поводу поддержки всех социальных проектов победной направленности, которая действует на территории региона. И наше общественное движение, общественный палац Самарской области, общероссийский народный фронт, мы очень активно включились в этот процесс. В библиотеку Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна переданы издания самарских авторов-фронтовиков. Диск с записью фильма, который в дальнейшем будут показывать во время тематических классных часов. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.